Привет, дорогие друзья! Это очередной новый выпуск по роялю, где мы рассматриваем разные колоды и как же добраться к той или иной арене. И сегодня у нас в выпуске 11 арена и еще одна новая колода. И давайте на этом ролике наберем, ребята, 4000 лайков, и он восьмым уровнем попытается дойти до 4000 кубков и показать вам еще какую-то интересную колоду. 4000 лайков, подписывайтесь на канал и ждите новый видос из этого аккаунта. Ну а теперь погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Я решил записать, самому стало интересно, я думаю, это актуально, ребят. Ну и, собственно, его колода. Сразу же, посмотрев на его колоду, нам бросается в глаза Хок. Ух, он девятого уровня, можно сказать, а, ну тогда все понятно. Но, ребятки, если зайти в вот этот журнал сражений его, то можно увидеть, что у противников ничуть не хуже прокачка. Тоже девятый Хок. Ну и там ниже тоже, если полистатьте, то вот восьмой гигант, вот снова девятый Хок. То есть, ну, пятый голем. То есть, ну, прокачка серьезная у противников его, но только при этом всем они имеют десятый уровень башни короля. А то и одиннадцатый есть. А он восьмой, даже не девятый. То есть, ну, вы понимаете, количество хитпоинтов и количество урона отличается значительно от его противников. Поэтому я считаю, что он как минимум хорошо владеет этой колодой, либо же вообще хорошо играет. Я знаю его мейн аккаунт, это его твинг, сразу же заспойлерю. Поэтому я считаю, что заслуживает это отдельного ролика. Ну что ж, давайте теперь перейдем к его атакам. И самый последний повтор, давайте посмотрим, вот эта атака дала ему, точнее, вот эта победа. Его завела на одиннадцатую арену. Честно, я повторы не смотрел. Буду смотреть вместе с вами, буду их комментировать. Ну и как-то будем анализировать. Что мы видим? Противник готовится выбрасывать своего маленького дракончика. У противника также дека, сразу скажу, с Хогом, да. Но только достаточно странное. Я никогда не видел комбинацию маленький дракончик с Хогом. Выбрасываться варвары очень криво. Блин, надо было сверху на Хога. Так Хог успел сделать две тычки. В общем, противник затупил. Инферно поставилось, чтобы убить дракончика. Так, фаербол на варваров. Бревно на банду гоблинов. Выбрасывается непонятно зачем ледяной маг. Ну, в принципе, ребят, тут понятно, что на этих кубках не сидят сильно прокаченные... Ой, точнее, не так. Сильно... Блин, сильно-сильно я не скажешь. Сильно скилловые, вот так вот. Сильно скилловые игроки. Вот, но здесь сидят те игроки, которые имеют хорошую прокачку. Поэтому сложности все равно возникают на этих кубках. На этих кубках. Поэтому то, что противник иногда делает какую-то дичь, это вполне нормально на этой арене. Итак, идет принцесса. Противник сидит и просто простаивает эликсир. Я не понимаю, что он делает. Но, блин, это слишком мизи. Честно, я не знал, что такое повтор будет. Я думал, что тут такая будет потная каточка и мы посмотрим очень эпичный бой. На самом деле тут идет игра в одни ворота. То есть противник, ну, полный нуб, серьезно. Поэтому давайте мы, наверное, на Х2 сделаем и посмотрим какой-то другой повтор. Ну, серьезно, просто сидеть... Не знаю, сколько он там секунд. Наверное, секунд пять сидел, когда у него было 10 эликсира на инвентаре. То это вообще полный бред. То есть понятное дело, что противник вообще не понимает суть этой игры и что нужно делать. Поэтому на Х2, я думаю, тут победа просто очевидная. Остается 100 хп. Ну, и по-любому там добьется бревном, либо фаером. Давайте даже на Х4, потому что, ну... Хотя, смотрите, как-никак противник 800 хп справа на вышке оставил, да, шахтерам? Хоть и тупил всю игру. Да, хоть и тупил, но все равно он там нанес какой-то урон. Так, ну, серьезно, мне этот бой не понравился. Я не думал, что он будет такой слишком изи. Давайте посмотрим что-нибудь посложнее. Ну вот, к примеру, ребят, элитные варвары и девятый гигант. При этом всем у его противника 11 уровень башни короля. В то время, когда у мистер Хога 8 башня. То есть, 3 уровня разницы, ребят. Это сильно. Посмотрите на количество хитпоинтов. У него 2300, а у его противника 3000. То есть, почти косарь, да, ну 700. В соло идут элитные варвары. Ледяным духом отвлекается всего лишь один варвар. И, о, господи, приходится дефать Хогом. Как же ему непросто. Очень трудно. О, господи, сколько же эликсира тратит мистер Хог, чтобы задефать всего лишь одних элитных варваров. Считаем. Он потратил ледяного духа. Он потратил Хога. Он потратил банду гоблинов. И он потратил рыцаря. А противник просто выбросил элиту. Это, конечно же, несправедливо. Не должны быть такие сильные элитные варвары. Но эта тема уже заезжена. Я считаю, что очень зашкварно уже это обсуждать и ныть на этот счет. Ставится инферно на гиганта. Все, в принципе, логично. Минюнчики очень поздно, поэтому гигант полностью съедается. Запп. Только следующая карта у противника. Поэтому каст инферни не сбивается. 1500 хп на вышке слева. И 200 хп на вышке справа у противника. Смотрим, что будет дальше. Я так понимаю, что противник снова сейчас приготовится выбрасывать элитных варваров. Мистер Хог готовится к атаке Хогом. Так. Элитки. И плюс принцесса. Но. Плюс с бандой гоблинов. Элитки сразу не сагались на Хога. Поэтому Хог нанес. Я не считал, сколько тычек. Но прилично. Ой, хорошее бревно. По таймингу прям. Противник выбросил банду гоблинов. И мы бревном забираем и панду. И принцессу. Ну и естественно наносим урон элитам. То есть неплохо получилось. Ну и рыцарем конечно встретили уже. По эликсиру. По эликсиру мы лидируем. Потому что мы реально. Это за счет бревна. За счет бревна то, что мы убили банду гоблинов. Поэтому по эликсиру мы лидируем. Противник накопил 10 элика. И готовится ставить гигант. Либо нет. Он фаер. Фаером убивает принцессу. Хог по правой стороне. Как видим у противника нету элитных варваров. Поэтому бросаются миньоны. И готовится гигант. Все в принципе правильно. Ставится инферно. И снова миньончики не успевают вылететь в пи. Поэтому инферно сагривается сразу на гиганта. Ну и собственно убиваем гиганта. Инферно это инферно. Хотя у противника есть зап... А, он его потратил. Он его потратил на деф от Хога плюс банды гоблинов. Я вспомнил. Так. Принцесса плюс ледяной дух. Спокойно дефаем. И банда гоблинов. Бросается фаер. Но уже элитные варвары задефали мы. Элитных варваров задефали. Бросается снова Хог. И бревно наперед. Отлично. Ну правда немножечко кривое бревно. Но все равно. Пичку Хог делает. Остается 11 секунд. Но я думаю что эта победа будет со счетом 1-0. Просто я когда включал повтор. Я итог боя сразу не посмотрел. Ну и все. В принципе да. Это победа. Ну вот здесь игра уже была более-менее хотя бы. Ну если предыдущий противник вообще был. Ну ладно. Я не хочу никак оскорбить. Но он не очень разбирался. Что нужно выбрасывать. То здесь хотя бы парень с элитными варварами. Хоть сечет что нужно брать в колоду. Ладно. Смотрим дальше. Что еще тут можно посмотреть. Ну 8-й гигант не удивить. Вот еще 9-й Хог. О давайте сейчас вот с этой прокачкой посмотрим. Ребята посмотрите. Тут все рарки 9-го уровня. Эпики 6-го. Просто я так сделаю такую параллель. На моем аккаунте 6-й эпики. Я сижу на 5000 кубков. Ну в конце сезона. Он сидит на 3800. И у него тоже 6-й эпики и 9-й рарки. То есть такая вот параллель. Чтобы для сравнения вам было с чем сравнивать. Вот. Что мы видим. Хога мы законтрили Инферно. И мага мы законтрили Рыцарем. По эликсиру мы наравне идем. Бревно не выбрасывается наперед. Не знаю почему. Не знаю почему. Решается выбрасывать. Принятое решение было выбросить полноценного юнита. И это принцесса. Стрелы мы принцессу контрят. По эликсиру они ну плюс-минус наравне идут. Но у противника колода значительно дороже. Там смотрите. Все карты 4-5 эликсира. То есть я не вижу даже дешевых карт. Не понимаю зачем брать такую дорогую колоду с Хогом. Ну это не мне решать. Противник его взял такую деку. Значит он шарит лучше. Ставится Инферно. Плюс Ледяной Дух. Останавливаем спокойно. И снова то же самое повторяется. Рыцарь на мага. И готовится бросаться Хог. Вбрасываться Хог. Бревно наперед. Почему так долго? Не знаю. Я бы быстрее выбросил бревно. Ну немножко подождал. Чтобы мало ли противник реально тоже ждал бы бревно. Поэтому мы его просто так бы потратили на этот счет. Но нет. Он подождал армии скелета. Только потом ее законтрил. И что мы видим. 400 хп остается на вышке. Соответственно это либо 2 фаербола. Либо один заход с Хогом. То есть как повезет. Мушкетер успевает сделать тычку. Остается 1600 хп. Видимо противника вообще нету эликсира на атаку. А у нас есть Инферно. Там Инферно. Убиваем Валькирию. Сейчас вообще резона нету выбрасывать Хога. Я так понимаю сейчас пойдут миньоны. Пойдут миньоны. Но у нас есть Ледяной Дух. У нас есть Принцесса. У нас есть Фаер. То есть мы в любом случае их остановим. Что же принимает? Какое решение? Ледяной Дух плюс Принцесса. Окей. Теперь можно смело выбрасывать Хога со стороны противника. Но у нас готовится Рыцарь. Ну мы готовимся встречать эту карту. И пошел Хог. Пошел Хог в атаку. Плюс Брено наперед. Вот о чем я говорил. Хотя нет. Противник затупил. Видел что бревно и все равно выбросил армию скелетов. Ну. В общем тут не сильно бдительны. Не сильно такие противники. Которые ну очень быстро реагируют. Ну с хорошей реакцией. Вот так если можно сказать. Так. Ну и в принципе остается 27 секунд. У нас есть Ледяный Дух. У нас есть Инферно. Против Хога это. Это Контор. Это Контор. Был бы Голем. О кстати есть у него колода. Точнее не колода. А повтор против Голема. И давайте посмотрим как он его выиграл. Там кстати неплохая дека. Ну в плане прокачки. Сейчас посмотрим. То есть хороший будет пример. Так. Давайте посмотрим. Где-то я тут видел. У него. Вот. Против Голема. Против элитных варваров. Против Торнадо. То есть ребятки. Голем. Элитки. Торнадо. Ну не. Голем это не Контор Хогу. Но элитки плюс Торнадо. Это однозначно Контра Хогу. У него нету. У Мистер Хога нету. Больше карт. Которыми он может нанести урон. Ну кроме фаера. У него нету гоблинской бочки. У него нету там Тарана. К примеру. Да. Если Хога Контрят. То урон не будет проходить. Но. Видим. Справляется. Ух ты. Хороший фаер. Хороший ледяной дух. По вышке уже пронесли мы. Неплохой дэмэдж. 1800 хп осталось. Плюс бревном. Еще наносим урон. Остается 1600. И. Ну. То есть. Тут задефаться было уже реально. Пали по элиткам. По его магу. Бревном. Да. Плюс рысарем задефались. Так. Выбрасывается принцесса. И снова смотрите. У нас есть эликсир на Хога. Я так понимаю. Сейчас будет Хог. Плюс ледяной дух. Нет. Ледяного духа не подбрасывает. Бросает противник. Не понял. А. Все. Понял. Бросает противник торнадо. Но слишком рано. Видели. Да. Время действия торнадо закончилось. И Хог остановился посередине. И не активировал тем самым главную. Вышку. Это было забавно. Ставится сборщик со стороны противника. Я так понимаю. Сейчас фаерболом на сборщик. Чтобы. Ну. Мы понимаем. Нам нельзя давать противнику лишний эликсир. Поэтому мы наносим урон по сборщику. Окей. Смотрим. Что будет дальше. Со стороны противника. Я так понимаю. Что будет сейчас ставиться голем. Нет. Это ледяной голем. Вау. Кстати. Вот у меня тут вопрос. А зачем ледяной голем в колоде с големом. Или я что-то пропустил. Или я что-то не понимаю. Ладно. Ставится инферно. Молнию нету у противника. Поэтому. Все что он сможет сделать. Это кинуть зап на инферно. Это максимум. Вот он его бросает. Но все равно инферно уничтожит голема. Да. Да. Потому что никакие больше юниты не наносят урон по инферне. А пятый. Ну я не знаю. Пятый голем неплохой. Но все равно он там много дэмэджа не нанесет. Хок по левой стороне. Потому что мы понимаем. Что справа добьем уже фаерболом. Либо. Ну. Ну. Да блин. Это смешно. Очень смешно пользуется торнадом противник. Во-первых поздно. Во-вторых как-то. Ну. Радиус не такой он берет. Мне кажется. Нужно чуть ближе до главного здания бросать. Потому что как-то долго Хок переагривался на главную вышку. Смотрите. Не дремлет мистер Хок. И уже нанес. Точнее даже снес уже вышку слева. Ну. Как снес. 146 хп. Осталось даже меньше чем справа. До этого момента. Теперь уже и справа нету вышки. Ну что. Нам один фаер осталось скинуть. И мы забрали вторую вышку. И ни одну сторону мы не потеряли. Вообще игра была на мое мнение. Ну. Если смотреть за этим повтором. Так кажется что изи. Да. Но на самом деле. Если противник ваш неплохо прокачан. То. Ну. Видим что полную дичь творят они. Но все равно прокачка. Прокачка. На этих кубках. Честное слово. Решает. Тут. Скилл само собой нужен. Но прокачка тоже. Много чего решает. Впрочем. Наверное. Как и. Не только на этих кубках. А вообще в этой игре. Ну что ребята. Вот такие вот были повторы. Вот такая вот была колода. Я не знаю. Что вы напишите в комментариях. Возможно вы будете критиковать его. За то что у него девятый хок. И это не показатель. Хотя я сомневаюсь в этом. Я думаю адекватные люди. Понимают. Что с восьмым. Уровнем башни короля. Тоже возникают сложности. И противники тоже съездят. С девятыми рарками. Поэтому я думаю. Что колода вам подойдет. Да и в принципе. Эта колода. Уже встречалась не один раз. В моих роликах. Подобное. Подобное. Не конкретно это. Но подобное. Поэтому я думаю. Что возможно вы задумаетесь. И возьмете эту деку. Я показал вам повторы. И возможно вам. Это чем-то поможет. На этом буду прощаться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях. Какие колоды хотите видеть еще. Ну и до скорых встреч. Ждите мои новые выпуски. Всем ребят. Спасибо за просмотр. Пока.